Куб, дедекаэдр, тетраэдр, октайдр и косайдр. Причем расположение не случайно. В центре тетраэдр, слева куб дедекаэдр, а справа октайдр и косайдр. Потому что есть принцип двойственности, который тетраэдр оставляет на месте. Куб переводит в октайдр, а дедекаэдр в косайдр. Понятие двойственности для выпуск многогранников вы сразу узнаете, если вы заинтересуетесь в выпуклой геометрии, комбинаторной геометрии, вы поймете, что у каждого выпуклого тела есть двойственные. Если у исходного многогранника, посмотрите, есть грани, ребра и вершины. А давайте мы сопоставим каждой грани вершину, каждому ребро ребро, а каждой вершине грань по двойственности. И тогда посмотрите, вот картинка сразу заживет. Это не просто пять, это у нас один, как говорят, самый двойственный, и два многогранника, которые находятся в такой дуальности. Дело в том, что эти многогранники вызывали не просто восхищение своей формы, вы посмотрите, оказывается, только пять тел обладают такими свойствами. Во-первых, они выпуклые, мы видели. Все грани, смотрите, я подчеркиваю, одинаковые, правильные многоугольники, треугольники, квадраты, пятиугольники. И для любой пары вершин существует симметрия многогранника, переводящая одну вершину в другую. Вот давайте бегаем сюда назад. Посмотрите, вот то, что я сказал. Это считалось чудом, что, оказывается, существует только пять тел. Великие философы, включая Декарта, считали, что при помощи созданных уникальных тел можно объяснить строение мира. Это куб серного колчедана. Он вырос в природе. Посмотрите, вот этот куб никто не гранил. Природа его создала. Я, когда много лет назад работал в Бонне в институте Макса Планка, там, когда выходишь из института, там недалеко есть музей камня. Я восхищался, какие формы создает природа. И вот есть даже целые книги об этом. Вы можете их найти, альбомы такие можете найти. Но по-моему, это удивительная картинка, правда же? Посмотрите. То были созданы математическим воображением Плотонова тела, а вот нам природа подарила. Теперь начинается элементарная математика. Если у вас есть выпуклый многогранник, вы можете подсчитать, сколько у него вершин, и число назовем F0. Сколько рюбер, и число назовем F1. И сколько грани, назовем F2. Удивительно. Вот эта комбинация F0 минус F1 плюс F2 равняется LUM, несмотря на то, какой бы выпуклый многогранник не взяли. Можете провести такой эксперимент. Можете слепить его многогранник, нарисовать, посчитайте. Это будет 2. Вот вам табличка Плотонова тела. Видите? У них разные числа. Если вы проведете вот такое простое архиментическое упражнение, у вас будет 2. И, как я уже говорил, Декарт, он открыл это соотношение для платоновых тел. Но он считал, что это было философское открытие, что только 5 платоновых тел обладает таким свойством. Но когда он увидел, что этим свойством обладает любой выпуклый многогранник, его это перестало интересовать. А великий Эйлер дал имя этому, потому что он понял, что вот это соотношение это одно из фундаментальных соотношений не только математики, но и физики, как мы увидим, и так далее. Что оказывается, такие характеристики выпуклого тела, как число вершин, ребер и грани жестко связаны. Теперь пойдем дальше. Я уже говорил, 5 это очень мало, и хотелось бы получить больше информации. И вот у нас на сцену вышли архимедовы тела. Что надо было сделать, чтобы расширить класс платоновых тел? Посмотрите, а давайте потребуем, чтобы грани по-прежнему были правильные, но разрешать 2 или 3 типа. Или даже больше, как говорит Архимед, был готов на большее. То есть оставляем условие, что это правильные многоугольники, грани, и не запрещаем, если будут появляться разные. Но, естественно, нужна была симметрия, как говорится, симметрия основы мира. Вот симметрия как раз показывает нам, когда мы из хаоса приходим к порядку. Поэтому остается условие, для любой пары вершин существует многограника, переводящая одну вершину в другую. И посмотрите. Оказывается, не 5. 5-то уже мы знаем, есть. Имеется 13 дополнительных тел. Сейчас вы их увидите. С точным движением пространства. Более того, там вы увидите, появляются Курнос и Куб, и Дадекаэдер, они имеют 2 версии. Вы знаете, вот физики вас учили, наверное, правила правой и левой руки. Так вот, оказывается, у двух из них, у Курносова, Куба и Дадекаэдера, имеются 2 версии. Левая и правая, которая получается одна из другой отражением, а не переносом. По-прежнему 13. Давайте на них полюбуем. Вот, посмотрите. Первый пятер. Смотрите. Куба-октайдер. Что стоит в скобках? Как вы же догадались? F-вектор. F0, F1, F2. Посмотрите. Вот так выглядит первая пятерка. Посмотрите, как у нас уже растет число и вершин, и ребер, и так далее. Вот еще одна четверка. Вот усеченный Куб, усеченный Дадекаэдер, ромба-куба-октайдер. Посмотрите, он строен. И ромба-и-коса-Дадекаэдер. Вот он, ромба-усеченный, и так далее. Посмотрите, вот они. Вот те самые Курносы-Куб и Курносы-Дадекаэдер. Я хочу обратить ваше внимание вот на что. Нет, секундочку. Начинаем. Показывать сначала. Смотрите. Так. Вот. Внимание. Усеченный октайдер. Видите? Видите? А вот посмотрите, что стоит справа. Усеченный и коса-Дадекаэдер. У него 60 вершин, 90 репер и 32 грани. Грани двух типов. Шестиугольники и пятиугольники. Вот почему лауреаты Нобелевской премии сказали, может нам поделиться премией с Архимедом, потому что он открыл это тело. До открытия считалось, что физика, то есть природа, не может создать такое тело. И вот Нобелевская премия была присутствована за то, что предъявили миру уже не абстрактное математическое тело, а реальный физический объект, который играет большую роль в современных, не только нанотехнологиях, и в фармакологии, и в медицине. Это имеет очень глубокие перспективные приложения. Но посмотрите еще раз, усеченный и коса-Дадек. Среди 13 архимедовых тел есть вот такой замечательный выпуклый многогранник. А вот теперь возникает вопрос, который математики всегда задают. Да, мы знаем, что f0 минус f1 плюс f2 равняется 2. Но вы же, наверное, понимаете, что одним уравнением 3 числа не задашь. Поэтому, естественно, возник вопрос. Как найти условия на 3 целых числа, чтобы они реализовывались первое как число вершин, второе как число ребер, и третье как число грани. Штейниц, 1906 год, получил полный ответ. Оказывается, вот этот вектор f0, f1, f2 реализуется как вектор грани трехмерного многогранника, тогда и только тогда, когда к одному равенству мы добавляем всего лишь два неравенства. Это какое-то чудо. В 2002 году на математическом конгрессе, который в то время это высший математический форум проходил в Пекине, выступал ведущий специалист по комбинаторной геометрии и, обращаясь ко всему математическому миру, напомнил, что уже в размере си 4 эта проблема не решена. Вы представляете, какая дистанция во времени? Если вам дадут четырехмерное выпуклое тело, а его не так трудно представить, современная физика работает во много высокомерных пространствах, у вас получится не 3, а 4 числа. И, конечно, условие эйнера останется, оно будет писаться так, f0 минус f1 плюс f2 минус f3. То есть какова бы неравна размерность, просто знаки чередуются. А что дальше? Вот эта проблема. Конечно же, математики за эти тысячелетия получили много результатов. Но вот такого результата, который получил для размерности 3 Штенниц, неизвестно. Вот вам пример проблемы, которая прошла через эти тысячелетия и осталась вам в наследство. Чтобы задать граф, надо, как говорят, задать вершины и пометить пары вершин, которые соединены ребрами. Вот если вы так сделали, у вас получится граф. Теперь представьте себе, что у вас есть выпуклое тело, уже вершины есть, и, соответственно, пары вершин становятся ребрами графа, если они соединены ребром многограники. Более естественного такого понятия трудно представить. Поэтому мы с вами получаем так называемый реберный граф. Теперь следующее важное понятие, какое нам потребуется. Вот посмотрите, вот есть вершина многограники трехмерных. Так вот, если из этой вершины выходят ровно три ребра, и это происходит в каждой вершине, то такой граф у нас дальше будет простой. А пока давайте поговорим про, что такое простой граф, а потом поговорим, какой простой многограники. Так вот, граф называется простым, если он не имеет кратных ребер. Вот вам пример. Вот, скажем, три вершины и вот три ребра. Все прекрасно. Но может быть и вот так. Он называется, не имеет кратных ребер и петель. Так вот, это называется у вас кратное ребро, а если вот так вот будет, это будет петля. Вот если возникает такой граф по прежнему, посмотрите, вот у вас вершина, вот у вас ребра, но вот здесь у нас ребро кратное, двойное, а здесь петля. А вот это простой. Так вот, в той тематике, которую мы с вами сейчас обсуждаем, у нас будут простые графы. Они не имеют кратных ребер и не имеют петель. Дальше. Простой связанный граф. Связанный означает, вот он связанный. Одначе, их нельзя разделить на два куска. Простой связанный граф с не менее чем четырьмя ребрами называется три связанных. Посмотрите. Если удаление любых двух вершин оставляет граф связанным. Можете определить, что четыре связанных графа и так далее. Нам потребуется именно три связанных. Оказывается, можно решить и обратную задачу. Я вам рассказал про прямую задачу. Дам многогранник, вы получаете граф. Вершины, ребра, многогранника объявляются ребрами графа. Штенецу в 1922 году удалось решить обратную задачу. Простой граф Г является реберным графом трехмерного многогранника тогда и только тогда, когда он планарный, то есть его можно изобразить на плоскости, и три связанных. Повторяю, в математике часто бывает так. Трудно найти четкую, емкую формулировку. Но как только она произнесена, это можно давать в качестве задачи. Вот, пожалуйста. Конечно, в учебниках по гопатологеометрии вы даете доказательство Теремоштенеца, но посмотрите, как она звучит. Формулировка очень понятна всем. Так вот, оказывается, если у вас есть многогранник, а он в трехмерном пространстве, понятно, и у него, как вы знаете, имеется рёберный грамм. Так вот, этот рёберный грамм можно изобразить на плоскости, и это называется диаграмма Шлегеля. Это очень простая конструкция, опять-таки, просто если подумать, потому что если вот у вас есть такой выпук многогранник, представьте себе, что вы выбрали какую-то его грань, немножко отошли, и через эту точку, как центр, вот это выпуклое тело. И вот, посмотрите, додекаэдр, это платонного тела, состоящее только из пятиугольников. Это в трехмерном пространстве. А посмотрите, как он красиво и симметрично выглядит на плоскости. Посмотрите, здесь изображены все его грани, включая вот эту большую грань, которая, естественно, тоже имеется. Посмотрите, здесь такой замечательный граф, но это и есть диаграмма Шлегеля до декаэдра. Продолжение следует...